История Анны Казаковой и Валентина Бычкова началась около семи лет назад. Молодые люди познакомились в поезде по пути в реабилитационный центр для слепых. Сначала просто дружили, а потом поженились. Два года назад Анна и Валентин поступили в Самарский институт культуры. Они так давно привели с собой на занятия нового студента, четвероногого. Никто не знал, кроме руководства, о том, что появится собака. И простые студенты, и рядовые преподаватели просто поворачивают в коридор, а там собака. Естественно, первая фраза – о, собака. Я уже говорила, что меньше всего обитателей института культуры ожидали увидеть в институте собаку. По словам Анны, решение обзавестись собакой-проводником пришло после истории, случившейся во время прогулки по городу. Когда мы в 2022 году поступили в институт, начали изучать потихоньку город и, собственно, ходить пешком. И в один прекрасный день мы шли из института, и я провалилась в яму. Яма глубиной примерно метр пятьдесят, то есть как я. За новым другом пара отправилась в Балашиху. Там прошли двухнедельное обучение. Узнали, как обращаться с собакой, как ее учить нужным маршрутом. Теперь в Самарском институте культуры появился первый четвероногий студент. Снежок ходит на каждую пару и ждет хозяев в кабинете. Учатся вместе и передвигаться по городу. Для того, чтобы вести своих хозяев, у Снежка есть специальная шлейка. Это специальная шлейка собаки-поводыря. По документам, по всем официальному, он называется собакопроводник, но так привычнее. Значит, ремни, которые фиксируются на собаке, на спине, на груди, и вот этот вот, вот так вот под пузико его застегивается. Отличительные знаки, надпись собакопроводы, и вот это самое главное, это твердая дуга, за которую незряче держится. Прежде чем оказаться в Самаре, Снежок жил в волонтерской семье. Потом его передали в обучающий центр, где научили базовым командам. Снежок умеет вести по незнакомому маршруту и предупреждать своих хозяев о неожиданных препятствиях. Галина Топилина, Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.